Южный. Поселок в Азовском районе Ростовской области. Входит в состав Елизаветовского сельского поселения. Расположен в 75 километрах юго-западнее районного центра города Азова. Поселок находится на правом берегу реки Ея, по которой проходит граница с Краснодарским краем. Возник в 1866 году как немецкая колония Ольгенфельд, названа по имени дочери бывшего землевладельца Энгельгарта, основателей 14 семей из колоний Михельсталь и Риббенсдорф. В 1944 году после высылки немецкого населения Северного Кавказа был переименован в поселок Микояна, а в 1958 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР в поселок Южный. В 1967 году в состав поселка был включен хутор Машина. Эта земля когда-то принадлежала помещику Энгельгарду, о котором Шолохов повествовал в своем Тихом Доне, рассказывал драматург и сценарист Виктор Мережко. У помещика было трое детей, каждому из которых он выделил по наделу земли. Они носили имена его наследников. Нас же достался Ольге, а называть его стали соответственно на немецкий лад, что в переводе значит Ольгина поле. Когда я родился, немцев на хуторе уже не было. Ольгенфельд и прочие колонии на Дону основали в конце XIX века. В основном молодые семьи, выходцы из старых немецких колоний Украины и Поволжья, а также и немцы из самой Германии. По тогдашним законам они имели право приобретать в России земли и заниматься хозяйством. Русский язык они не учили, при необходимости приглашали переводчика. Так в степи, вдоль заболоченных лугов, которые потерявшись за горизонтом, сольются с камышовыми зарослями реки Ей и Ейского лимана, в одну линию выстроилось поселение Ольгенфельд. Светлокирпичные, крытые черепицей дома, оригинальной архитектуры. Сложные рельефные украшения стен в виде полуколонн, ваз, гирик, затейливые сандрики, двойное полукружие, либо остроугольный козырек над окнами. И сейчас можно видеть эти дома, в том числе две бывшие школы и магазин. Особенно выделяется жилой дом с ложным фронтоном, похожий на замок или виллу в стиле модерн. Стоит на краю большой травяной поляны и кирха, крепкая, массивная, но обезглавленная. Католическая кирха – это католический храм, построенный в 1906 году. Сейчас в кирхе располагаются своего рода духовные учреждения, клуб и библиотека. Представленное фото – это фото настоящих жителей Ольгенфельда, пастора Тобиаса Шмунка с женой Розалией Шоль, до их отъезда из России. Надо полагать, пастор и служил в этой кирхе. Чтобы увидеть остатки немецкой старины в Ростовской области, нужно ехать в такую глушь на самый юг Азовского района. Хоть Ольгенфельда уже нет, есть поселок Южный. Еще в 1915 году старшина ростовского округа Сутулов представил в областное управление список поселений, где приводил русские названия, коими желательно называть колонию. В списке предлагалось соседнюю колонию Руенталь именовать не Спокойная долина, а Рябиевка. Сам же Ольгенфельд не Ольгополь, а Чепелевка. Руенталь действительно местные жители называли Рябийска колонка. От хутора давно не осталось и следа. А вот Ольгенфельд еще долго не менял имени. В 30-е годы в документах значилась Ольгенфельдская МТС. Она возникла в 1929-1930-х годах. Тогда и русские стали здесь поселяться. И лишь в 1943 году стала Микояновской. Ольгенфельд первоначально переименовали в честь известного государственного деятеля. В то время на МТС работали уже только русские комбайнеры, трактористы и шофера из окрестных хуторов. Коренастый дед, который проработал 20 лет на МТС механиком, рассказывал, что теперь-то тут все новые живут, стариков не найдешь, никто ничего не знает. А вот я кое-что помню. Дед Василий рассказал, что в феврале 1943 года, когда советская армия шла с Кубани, много старых домов поломали. Нужно было проложить хорошую дорогу на отрезке Александровка-Староминская. Жители переселили куда-то в другие дома, не спрашивая. А в 1964 году немецкое кладбище сравняли бульдозером, мраморные надгробия увезли в Ростов. Случалось, приезжали сюда немцы проведать родные места. В интернете обнаружилась статья Екатерины Дик, опубликованная в 2000 году в Мюнстере, в газете «Русская Германия». В 1991 году, по выходе на пенсию, автор этой статьи решила потратить свои премиальные 500 рублей на путешествие в Ольгенфельд. Никого из знакомых в родном селе она не встретила. Остановилась она у скамейки, на которой сидел мужчина-инвалид войны, поздоровалась с ним и спрашивает, не знал ли моих родителей, бабушку или семью дяди по фамилии Кель. А в душе страх, друг узнает, что очень хочу побывать в доме, в котором родилась. Но он, к счастью, оказался добрым человеком. Узнав, что мне негде ночевать, предложил остановиться в его доме, в котором он жил с семьей своего сына. Оставив у него дорожную сумку, девушка сняла босоножки и босиком, как в детстве, отправилась искать дом. И нашла. Он почти не изменился, только чуть поветшал. Постучала в дверь, открыла мне женщина, примерно моего возраста, поинтересовалась, кто я, кого ищу. Я все ей рассказала. Выслушав меня, она предложила войти, попутно рассказав, что купила этот дом у одного фронтовика и даже хотела показать купчую. Но я поспешила ее успокоить, что ни на что не претендую, что сюда приехала исключительно по зову сердца, дабы побывать в родных местах. Первую ночь в селе Ольгенфельд я провела в семье мужчины, с которым познакомилась, когда туда приехала, а вот вторую под крышей родительского дома. Добрая женщина, которая теперь в нем живет, сама мне это предложила. Но, как известно, не все люди одинаковы. Например, мужчина, который поселился в доме, принадлежащем моему дяде, узнав, кто я, с криком, ишь, фашисты проклятые, ничего мы вам не вернем, убирайтесь в свою Германию, набросился на меня с кулаками, на силу его оттянули. Поселок Южный, как и прежде, по-немецки вытягивается длинной улицей автодорогой, под тенью вишен, тополей и ольхи. Через три километра трасса приводит в большое село Елизаветовка. И пусть старые дома попадаются нечасто, все больше новые, темно-кирпичные и деревянные, синие с зелеными ставнями, как и повсюду в Азовском районе, в Ростовской области, здесь и только здесь, в Ольгенфельте, сохранился дух донских немцев. На хуторе Ольгенфельд родился Виктор Мережко, советский российский киносценарист, киноактер и кинорежиссер. В данный момент в поселке Южный проживает около 300 человек.